Эти кадры впервые в эфире. Так выглядит российский истребитель шестого поколения в головах учёных. Пока это только 3D-графика и чертежи, но это мысли уже оформленные в проект, который презентует концерн радиоэлектронных технологий. И главное, который с нуля создавался в России на основе наших российских технологий. В шестое поколение мы считаем, что всё пилотирование будет происходить на сверхзвуковом режиме. Это раз. Второе. Применение оружия тоже будет происходить на этих высоких скоростях. То есть воздушный бой будет вестись на сверхзвуковом диапазоне. Современные истребители переходят на сверхзвуковой режим в исключительных случаях. Слишком много топлива на это требуется. На шестом поколении запредельные скорости станут нормой. Слово шестого поколения – это на большую часть своего состава беспилотный летательный аппарат. Отсутствие на борту самолёта человека делает его и в психологическом плане тоже неуязвимым. Ну и что, что мы сбили сегодня один, два, три беспилотных летательных аппарата. Хотя они будут защищены значительно серьёзней. Ну, погиб летательный аппарат. Его не нужно устраивать ему похоронами. И хотя вопрос о пилоте остаётся открытым, уже понятно, что самолёт с лётчиком-роботом сможет выдерживать более высокие перегрузки. Кроме этого, появится дополнительное место для авионики, топлива, в конце концов, для бомб и ракет. Лётчика нужно беречь от перегрузки. Лётчика нужно беречь от СВЧ излучения и радиации, если он будет летать в космосе. Самолёт, способный долететь до космоса. Вот, оказывается, на что замахнулись наши военные авиастроители. А вы говорите, санкции... Вас понял, шкипер. Режим обзора. Начать поиск целей. Коготь-2, как поняла. Беспилотный экспериментальный дальний истребитель к старту готов. БПЛА, взлёт разрешают. Беспилотный экспериментальный дальний истребитель к старт specialным категориям. Продолжение следует...